Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop. А сезон уже, можно сказать, совсем закончился. Конечно, неумолимо лето приближается. И в магазине с каждым днём всё больше и больше появляется вещей для летних активностей. В коробке, конечно, у нас всё очень аккуратно упаковано. Насос обязательно. Для того, чтобы накачать саббор, в комплекте всегда идёт насос. Очень удобно, что здесь есть манометр, где обозначено три зоны. Красная, жёлтая и зелёная. Здесь очень удобно. Мы всегда знаем, какое давление оптимально для данной модели. Соответственно, весло. Специальная бутылочка. Здесь ремкомплект. Такой ремкомплект. Специальный ключ, который откручивает клапан. Есть ещё вот такой клей специальный. И, соответственно, ещё специальные закладки. Они, кстати, самое интересное, что идут в цвет. В цвет самого сабборда. В такой бутылочке герметичной всё очень удобно. Поэтому очень круто брать куда-то с собой в путешествие. Фин. Плавник, фин. Все по-разному называют. С застёжкой. И вот, собственно, мы отходим к самому главному. Вот такой чехол. Вот такой чехол. Он служит ещё, естественно, и транспортировочным чехлом. Потому что у него есть лямки. Можно всегда одеть его. Вот так вот на спину. И как бы можно уже врываться до места спота. Дойти куда-то, если там, допустим, вы припарковались на машине. И до речки надо идти. Всё можно переносить в таком чехле. Собственно, открываем. Сабборд у нас с завода. Поэтому он ещё в таком заводском полиэтилене. Достаточно компактно сложен. Но и самое интересное, что и во время эксплуатации, когда его надуваете и сдуваете, компактность будет оставаться такая же. То есть потом у вас не получится, что вы не сможете упаковать. Он сдувается и складывается всё примерно в такой же компакт. Вообще хочется сказать, что, конечно, за последние 3-4 года сабборд, этот спорт, этот, скажем так, эта летняя активность, она приобрела невероятную популярность. В том числе и у нас в стране. Потому что действительно уже неоднократно об этом говорили. И этот вид спорта, активности такой, он подходит абсолютно всем. То есть девчата занимаются йогой. То есть это дополнительный баланс, дополнительная, скажем так, история. Родители с детьми отправляются покорять какие-то речки, какие-то водоемы. И это круто вдвойне, потому что и дети радуются, веселятся. И при этом какая-то совместная тоже активность с детьми, что является большим плюсом. Ну и в конце концов, конечно, на сегодняшний день мы с вами наблюдаем невероятное количество разных стилей катания на сабборде. Да, то есть их действительно очень много. Это какие-то, скажем так, экстремальные сплавы по речкам. Это какие-то длительные долгие путешествия. Многокилометровые. Друзья, мы как бы в общем с вами начали разговор про сабборды, совершенно, совершенно упустив из виду одну очень важную историю. В прошлом году у нас в магазине сабборды были представлены брендом Аквамарин. Это такая действительно известная компания, которая делает сабборды, продается во всем мире. Мы даже как-то ездили в офис представительства этого бренда. Есть отдельный ролик. А сегодня, друзья, я хочу вас попросить обратить внимание на вот этот замечательный бренд. И мы с вами видим, что этот бренд называется F2. Все верно, вы совершенно не ошиблись. Это именно тот F2, который для многих, конечно, известен своими сноубордами, спортивными, жесткими. Легендарный модель Элиминатор. Но, тем не менее, во всем мире, все-таки, если говорить F2, это бренд, который прежде всего известен именно водными видами спорта. Они самых лучших виндсерфов в индустрии. С 1982 года эта компания делает действительно и сабборды, и виндсерфы. Поэтому, конечно, тема эта достаточно старая. И вот в этом сезоне у нас в Epic Board Shop как раз представлен этот бренд. Друзья, что же такое сабборд? Конечно, это в каком-то смысле такой некий отсыл к серфингу. Потому что именно первые серфы, которые появились давно на Гавайях, они выглядели примерно таким образом. Большие доски деревянные с веслами. Единственное отличие, что они не надувные. Но в условиях все-таки мегаполиса и Москвы, и других городов, конечно, такую доску очень сложно хранить, перевозить. Поэтому, конечно, история с надувной доской. Она очень удобна, она очень интересна. И опять же, дает такую некую связь с серфингом. На сабборде мы, собственно, видим специальные такие резинки, под которые можно положить герметичный мешок с вещами, с телефоном, с документами, с провизией, и пойти в сплав по речке. Это очень круто. Приходит человек в магазин, в бордшоп, видит вот эту гигантскую форму, вот этот гигантский такой серф надувной. И уже какое-то внутреннее желание попробовать, лично испытать, собственно, такую доску. Потому что, опять же, повторюсь, каких-то феноменальных спортивных способностей не нужно. Нужно только желание, водоем, и, собственно, все, готово. Отправляйтесь кататься по речке. Это действительно круто. Ребят, вот такая история с саббордами. Действительно, вещь очень крутая. У нас в магазине представлены прям наглядно несколько размеров. Один с половиной, один из самых больших. Вот рядышком 10 с половиной. Ну и, соответственно, два бренда. F2 и классика Аквамарин. Можно прийти в магазин, потрогать доски, пощупать, накачать. То есть, все модели есть. С более полным модельным рядом. Конечно же, вы всегда можете ознакомиться у нас на сайте. Ссылочка внизу, epicboardshop.ru. Ну и, конечно, также хочется сказать, что помимо саббордов, когда вы приходите летом или весной, после зимнего сезона в boardshop, всегда вы можете найти также кучу разных аксессуаров, которые косвенно, конечно, имеют отношение и к сноубордингу, и к саббордингу, и к серфу. Вот, например, балансборды. Да, тоже очень интересная история. Мы достаточно давно тоже занимаемся ими. Наши русские ребята делают доски. Они с очень прикольными дизайнами. Концепция в том, что вы, благодаря такому балансборду, учитесь держать баланс. Можно вставать. То есть, это действительно очень прикольная история. Она не даст, конечно, никогда вам каких-то ощущений серфинга, ощущений там сноубординга, сноубординга, лонгбординга, но, по крайней мере, оно немножко натренирует ваш вестибулярный аппарат, немножко даст больше реакции, правильно распределять вес с носа и стейла, потому что как раз вот распределение веса это иногда одно из важных моментов, собственно, в катании, как и на сноуборде, на вейке, на серфе. Это все действительно, опять же, двигает индустрию, двигает и развивает индустрию. И мы, конечно, тоже к этой культуре себя действительно причисляем. Друзья, вот такая история. Всю подробную информацию по моделям, по наличию, по размерам, более, конечно, подробное описание вы можете всегда почитать у нас на сайте epicboardshop.ru Ну, а с вами, как всегда, был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!